Оценивали готовность района к уборочной кампании вместе с главой, председателем районного совета депутатов Валерий Олечкин, первый заместитель главы района Геннадий Гнатенко, руководители крупных сельхозпредприятий района Евгений Хворостина и Юрий Волошин. На сегодня, как никогда, очень важна согласованность уборочного, транспортного и приемочного комплекса. Главная задача аграриев – завершить жатву текущего года в сжатые сроки с минимальными потерями. Уборка этого года достаточно необычная, очень тяжелая зима и очень жаркая весна привели к тому, что урожай не такой, как был в предыдущие годы. Но, тем не менее, его все равно нужно убрать в срок, максимально уменьшив потери, нужно как можно меньше оставить на поле, все постараться вывести на элеватора. Ну вот мы сегодня и займемся тем, что оценим, насколько район готов к началу уборочной кампании. Планируемая средняя урожайность зерновых – 50 центнеров с гектара. Это неплохой показатель для растений водов в этом году с учетом сложной ситуации, возникшей из-за капризов погоды. Для компании «Агрокомплекс» непростой год, нужно откровенно сказать. Порядка 22 тысяч гектар зимых зерновых у нас вымерзло, практически 100% гибель зимого ячменя. Поэтому сегодня задача перед специалистами компании поставлена до последнего зерна сохранить и качественно убрать. Уборка начата на сегодняшний день, все в полной готовности, все комбайны на ходу. Пока, к сожалению, результат порядка 45 центнеров с гектара, но мы надеемся, и есть поля, которые позволят повысить этот потенциал. Я все-таки думаю, что то плановое задание, которое мы себе поставим, 275 тысяч азимых зерновых культур, мы выполним. Сложности природы не обошли стороной и закрытое акционерное общество имени Ильича. В нынешнюю уборочную страду на полях хозяйства задействованы 18 зерноуборочных комбайнов импортного производства. Из них 15 классов и 3 джандира. Как и в прошлом году, они первыми начали уборку азимого ячменя и первыми за один день закончили молодьбу. Качество зерна 3 класс, клейковина 24%. Что касается урожайности и ситуации сегодняшней, да, хотелось бы, конечно, иметь урожайность гораздо выше. Но, к сожалению, погодные условия нас поставили в такие рамки. Жесткая осень была, зима очень холодная, практически, наверное, весны не было. Практически была зима-зима, тут же стало лето за 30 градусов. Поэтому показатели, конечно, в сравнении с прошлым годом оставляют желать лучшего. Но, тем не менее, мы вот сегодня находимся на полях бригады номер 6. Ну, показатели по этому году, я считаю, что неплохие. 51-52 центера сегодня мы молотим, а зима и пшеница – это, я считаю, что для этого года хороший показатель. В целом, жатва в районе проходит организованно. Поля с пропашно-техническими культурами беспокойства не вызывают. Задача на сегодняшний день такова, что убрать максимально быстро, максимально без потерь. Ну, а там посмотрим, посоревнуемся. У нас традиционно в районе Велик-Клин гороха, а по условиям краевого соревнования горох учитывается один к двум. То есть, уже у нас есть такой козырь или задел, что мы шестая часть посевов гороха в Выселковском районе. За счет этого мы думаем все-таки посоревноваться с другими районами, которые меньше пострадали от той непогоды, которая была зимой и весной. Несмотря на это, у аграрив района есть все составляющие, чтобы провести жатву в сжатые сроки, качественно и с хорошим результатом. Культура земледелия в Выселковском районе была и остается на высоком уровне.